так друзья привет и с вами я михаил шилов автор проекта корректура точка ру будушин точка ру будублог.ру и макивара.ру сегодняшний подкаст о несоответствии целей и действий при посещении спортивных клубов о противоречии целей и услуг предлагаемых спортивными клубами основная мысль материала происходит подмена понятий потеря цели и отсутствие корреляции между действиями и желаемыми результатами при посещении клубов с большим спектром услуг не имеющих прямого отношения к тем задачам который человек планирует решить приобретая абонемент в спортивный клуб основные причины подмены первое широкий спектр услуг имеющих важную маркетинговую составляющую для хозяев этого клуба но не нужных для решения достижения целей второе слабость воли третье неправильная расстановка приоритетов отсутствие логики и здравого смысла четвертое внушаемость прокрастинация это пятое то есть ожидание лучшего времени лучших условий удобного момента компании и тому подобное основной способ решения этих проблем первое посещение не спортивного клуба а спортивного зала еще уже определенных спортивных мероприятий имеющих самые непосредственные отношения к проблемам задачам которые планируются решить второе четкая программа действий то есть план третье методичность регулярность и системность итак огромное влияние спортивных залов целые сети франшизы расползаются со скоростью тараканов куда это приведет что могут дать человеку спортивные клубы с огромным количеством всевозможных услуг спросите у любого любителя добившегося хороших результатов хоть в чем-либо из того зачем он посещает спортивный зал ну как то сила выносливость скорость трансформация тела снижение веса гибкость и прочее много ли он тратит времени на многочисленные сопутствующие услуги которые предоставляются в нагрузку к действительно необходимому то есть к тому что реально оказывает влияние на достижение важных целей хороший вопрос да уверяю вас он скажет что на всякую ерунду у него не хватает времени тут нужно определяться либо одно либо другое есть правда бездельники и бездельницы для которых красивое тело и ухоженная мордашка это способ решения всех проблем и достижения целей если кто-то будет готов им за это платить у которых времени хватает на то и на другое они могут целыми днями тусоваться в клубах есть и профессионалы не вылезающие из клубов которые тоже могут найти время на все так как занятие спортом для них это работа а во время отдыха они пользуются остальными благами предоставляемыми клубом ни про тех ни про других я рассказывать тут не стану абсолютно число покупателей клубных карт не из их числа а как же быть тем кто работает вне стен клуба а в клуб приезжает только перед работой во время перерыва или после работы но давайте по порядку кто покупает абонементы в спортивные клубы условно а таких посетителей можно разделить на несколько категорий первое это понторезы второе тусовщики третье желающие измениться приобщиться к зош добиться спортивных результатов ну с первыми двумя категориями все относительно просто и речь пойдет не о них они просто реализуют свои желания или амбиции имеющие мало общего со спортом просто они хотят быть в тренде спорта самообманывая силе обманывая других и просто развлекаясь не скажу что таких мало много но и они скорее всего хотели бы что-то изменить в своей жизни если бы знали как имели чуток побольше силы воли люди из категории понторезов убеждены что не иметь карту одного из фешенебельных спортивных клубов это не камильфо ведь такая же есть у всех знакомых из их круга при случае они готовы обсудить в компании достоинства недостатки клуба они даже могут прийти поплавать в бассейне и даже дойти до хамама или массажного кабинета ну или до зоны спа а затем неплохо в компании перекусить ресторане этого же заведения превысив лимит любых растраченных на этой тренировке килокалорий кроме того это же так удобно сказать при случае что едешь клуб ну или что там был обосновал свое отсутствие или нежелание присутствовать где-то где не хочется часто они приобретают карты клуба по рекомендации знакомых и друзей или одним из их знакомых является такой же как они сами ну то есть из этого же круга владелец данного клуба очень гордящийся большим набором услуг способных удовлетворить любые желания клиентов любых кроме занятий спортом вероятно потому что спорта в жизни этих людей также мало как секса у евнуха группа тусовщиков это мы уже про других говорим это реально те для кого клуб то самое место где можно реально потусить но тусовщики же и важно других посмотреть себя показать язык почесать повеселиться причем опять же спорт тут мало бывает причем бывают даже такие тусовщики которые и в зале не увидишь их никогда зато на всех фотографиях с различных корпоративных мероприятий клуба в том числе и полу спортивных как-то вылазки на природу эстафеты и конкурсы для физически слабо развитых челленджи для слабовольных ну и разумеется лотереи и праздники эти люди везде на первом плане они по мнению маркетологов заведения это душа клуба ими особенно нужно дорожить но спорт где и где результаты сопутствующие занятию спортом ведь клуб спортивный а или нет или я что-то уже запутался вы же сейчас узнали до любой типовой спортивный клуб и его завсегатаев ну конечно же узнали а многие узнали себя в той или иной мере только так получилось что вот про спорт я еще пока даже и говорить то не начал а он есть есть спортивный зал есть залы групповых программ есть действительно те места где можно провести время с реальной пользой мне можно сделать что-то для того чтобы изменить себя к лучшему через занятия спортом но ведь заплачено же при покупке карты за все в том числе и за возможность пользоваться не спортивными услугами что-то бесплатно а в кавычках а что-то из-за дополнительную плату а плюсом к стоимости карты но раз уж вы тут для занятий то почему бы не воспользоваться этими заодно а ну конечно же вот только для этого заодно не нужно предлагать никаких волевых усилий а потому при выборе того на что потратить время чаша весов все чаще перевешивает сторону ненужной приятной и не обременительной фигни и ерунды по типу обертывания масок и прочей какой-то чепухни декларируемой как действенный способ для похудения ну правильно покрутить педали часок или выполнить программу для кроссфита кишка-то тонка убедить себя в полезности и значимости бестолковых занятий вам помогут опытные менеджеры клуба да что там менеджеры ах обмануть меня несложно я сам обманываться рад писал классик оправдание мы придумаем себе сами начиная с того что все не успеть а продолжая тем что если бы от спорта была польза то на каждой перекладине висела бы по два еврея и жизнь для удовольствия не для самоистязания нам геморрой на работе хватает доведя все до абсурда сравнительной истории о том что бабушка моего друга бухала и курила все свои сто один год отец коллеги по работе спортсмен зожник почти святой не дотянула до 60 знакома я знаю что знакома мы с вами лучшие психотерапевты для себя самих но давайте о третьей группе ведь я о них уже и рассказываю как это обычно бывает после тучного лета тучного лета что происходит после тучного лета ближе к новому году после весенних праздников и прочее прочее ненужное подчеркнуть в ней ненужное вычеркнуть нужно и подчеркнуть нажрав бока и жирные задницы или исхудав на морковке и сельдереем народ добирается наконец-то до зеркала и ужасается своей некондиции резко просыпается чувство вины и жажды эстетики и культуры тела и вот ленивая жирная ну или тощие ненужное ну вы сами знаете подчеркнуть вычеркнуть меня там где не нужно тело добирается до зеркала и тут днем просыпается мотивация и в общем-то мотивация дело очень хорошее и правильно именно с мотивацией начинается все самое лучшее и правильное вот это вот важно понимать человек осознает необходимость изменений и проникает со желанием взяться за себя серьезно и тому подобное опустим тот факт что для этого достаточно просто регулярно заниматься спортом и выстроить правильный режим питания причем не измучивая и не третируя себя но и это большинству не под силу большинству для этого всегда что-то нужно что-то дополнительное кто-то покупает профессиональную или просто красивую по его мнению спортивную форму и кроссовки а кому-то нужно нечто большее абонемент спортивный клуб например и вот он уже на пути к заветной карточке клуба и тут в игру вступают профессионалы продаж которые сделав лопуху несколько мнимых скидок и добавив ряд бонусов париваю этому карту за 25 60 килорублей счастливый обладатель в восторге какой хороший клуб ведь в нём он всегда сможет расслабиться в бассейне после тяжелой тренировки посидеть в сауне в хамаме выпить фреш в спорт баре и это не считая того что если немножко доплатить немножко в кавычках да то только по клубной цене можно еще и приобрести столько всего приятного совместив казалось бы с полезным да но что же происходит на самом деле и вот счастливчик пускается во все тяжкие пытаясь взять от жизни все он по полной программе хочет реализовать все возможности которые предоставляет ему абонемент хочет успеть на все и везде что ли зря деньги уплочены но очень скоро он убеждается в том что все успеть эти пару часов в лучшем случае который он готов выделить на занятия после работы у него не получается а во время семейных вылазок на выходных ему тоже приходится или реально хочется провести время в клубе с семьей или у них семейная карта в ее ведь непримерно впарил проворный менеджер по продажам ведь хорошая скидка же а дети и жена не хотят пахивать в тренажерном зале а если и хотят то это только формально совместное времяпрепровождение будет на самом деле если заниматься серьезно то как гласит закон джунглей каждый сам за себя так говорил шакал табаке в маугли да и и начинают они слоняться по не обременительным бассейнам чтобы поплескаться по спортбаром потянуть а коктейльчик групповым семейным тренировкам ни о чем во плане спорта но подходящим чтобы легко и просто убить время и и тому подобное на буднях же все больше и больше времени начинает уходить на релакс а в парилочке например вот уже если не хватает времени то приоритет отдается сауне и плесканию в бассейне вместо интенсивного тренинга в тренажерном зале или часовому бегу на дорожке оправдание найдется всегда был тяжелый день не хватает времени усталость нужно и перерывы же делать иногда надо отбивать абонемент ведь потренироваться то можно интенсивнее и следующий раз а сауна она ведь тоже полезна для похудения не ну реально умереть что ли в этом спортивном зале в конце концов нужно быть цивилизованным человеком правда и полезно организовывать свой досуг вот ведь и процедуры спа они же ведь тоже полезны тоже полезны да там тебе и похудение и для кожи там всякое в общем-то во всем мире все уже так делают ну тренд менеджер по продажам вообще сказал что сейчас это самое то все нормальные люди делают именно так да и все закончился на этом будущий атлет и зожник и остался слабак занимающийся самообманом который может до посинения ходить годами в клуб продлевая карту но не сдвигающийся ни на шаг в сторону тех своих первоначальных целей которые сподвигли его однажды прийти в клуб а хотите я скажу почему происходит именно так почти в ста процентов случаев не хотите как узнали себя нет я скажу а вдруг что-то перевернется человек слаб и при возможности выбора между двумя полезностями он выберет наименее обременительную даже если польза от нее лежит совсем не в той плоскости которая нужна изначально ведь никто же не станет отрицать что сауна полезна она реально полезна много для чего полезно но только не для потери калорий не для наращивания силовых показателей не для жиросжигания не для трансформации тела и всего того что дает спортивные занятия но ведь до сауны дойти то просто поэтому приехав в спортивный зал как бы на тренировку попадаем в сауну тем более что по мнению британских ученых сауна тоже полезна для коррекции фигуры как впрочем вино спагетти зеленый кофе фейхуа и прочая чепухня подо все можно подвести научную базу если сильно захотеть я лично знаю язвенников ну как врач знаю да которые водкой рубцуют язвы желудка которые у них от этой же водки и появились и поверьте они процитируют вам массу полезностей от всего самого вредного и бесполезного я рекомендую посмотреть вам видеоролик фитиль еще советского времени где леонов в главной роли рассказывает о пользе алкоголя так и наберите на ю тубе например леонов о пользе алкоголя прикольно там все по теме короче не стану дальше размазывать все и так абсолютно понятно все иные варианты подмены понятий это именно варианты следствий проистекающих от двух причин которые настолько способны потенцировать друг друга вступая в синергию что большинство людей не в силах противостоять тому чтобы не сбиться с истинного пути что же это за причины первое слабость воли даже при наличии мотивации вторая причина доступная и простая возможность дать волю слабости подменив одно действие другим так чтобы можно было легко с собой договориться и оправдать свое слюнтяйство ведь вот нашел же в себе человек силы добраться до места тренировки где планировал заняться спортом но именно там он планы изменил а почему да потому что была такая возможность а не было бы ее так и занялся бы именно тем зачем он туда пришел случись это пару десятков раз да еще и регулярно так втянулся бы плюс результат какой-то появился а наличие результата это самый лучший фактор не потерять мотивацию и даже усилить ее акцентирую я добрался до самого главного в топку все дополнительные услуги спортивных клубов если важен результат а не просто приятное и бестолковое времяпрепровождение да выбирайте такой клуб или хотя бы такой абонемент с таким набором услуг чтобы исключить любые отвлекающие от занятия спортом факторы поймите для занятия спорта вам не нужен клуб со всеми его возможностями вам нужен спортивный зал и все скажу больше даже зал должен быть простым и не изобилующим массой сложных агрегатов и тренажеров об этом я расскажу отдельно но сейчас отмечу что чем меньше разнообразие тренажеров тем более эффективны тренировки свободные веса рамы для стритворкаута кроссфитовские снаряды вот то что реально быстро и эффективно меняет человека то что реально трансформирует его тело вы посмотрите на людей занимающихся стритворкаутом или кроссфитом вот где сама функциональность ловкость выносливость и настоящая не на химиченке красота тела сухие плотные мышцы кубики пресса нет ли вы хотели а ведь все это достигается с очень незамысловатым инвентарем правда разнообразие упражнений с ним не поддается количественному выражению оно бесконечно вот правда стоит отметить что получить значимых результатов будет намного проще если занятиями будет руководить хороший профессионал понимающий возрастную физиологию и умеющий грамотно строить тренировки для желающих любого уровня подготовки пола веса возраста вот тут нужны специальные знания конечно получится и без тренера но с тренером особенно в начале пути будет эффективнее в разы к тому же вы сэкономите огромное количество денег оплачивая только то что реально работает и не переплачивая за то что не только отнимает время но еще и отвлекает от того что вам реально принесло бы пользу а теперь сядьте и подумайте что вы хотите получить и что вам для этого нужно а как придумаете действуйте возьмите только то что работает и ведет к цели отбросьте остальное вот тогда вы реально получите именно то что вам нужно эффективность в простоте до новых встреч до новых встреч